ПВЗ Дичь приветствует всех и каждого. Сегодня пришло время ответить на некоторые вопросы в игре, а это значит, что сейчас будет рубрика «Что если?». Постарался отобрать наиболее интересные вопросы, в которых был потенциал дичи, а отбирал в телеграм-канале под специально созданным постом. Так что, если тоже хотите задать вопрос, всегда говорю подписывайтесь на телегу, и может быть ваша идея попадет в какое-то видео. Ну а сегодня не вижу смысла больше затягивать и говорю, что на самом деле этот смысл есть, ведь я ничего не сказал про Бусти. А ведь несколько сегодняшних сюжетов будет именно оттуда. Было бы кощунством не показать вам пару-тройку лучших тем с Бусти. Заодно и оцените, стоит ли туда подписываться. Вот теперь точно переходим к сегодняшнему блюду. Приятного аппетита. Первый сюжет будет про Росянку. Пару недель назад был то ли какой-то ивент, то ли на арене было соревнование именно с этим растением, и на лужайке присутствовали рапторы. Ну и это привело к тому, что меня закидали сообщениями о том, что рапторы могут вышвыривать зомби из Росянки, при этом её щупальца останутся на зомби и он получит неуязвимость. Да, это действительно так. Ни одно растение толком не реагирует на этого зомби и даже косилки его убить не могут. Я об этом знал очень давно, так как проверял подобное на Бусти. И вот отсюда я решил сам же задать вопрос и сам же на него для вас ответить. А что, если мы попробуем вышвырнуть зомби не раптором, а каким-нибудь другим способом? Естественно, первая мысль, пришедшая в голову, это брейкденсер. Он, как и раптор, толкает своих коллег вперёд и делает это даже если зомби находятся в щупальцах Росянки. Данный мертвяк приобретает все те же свойства, как и в случае с раптором. Он без проблем пройдёт мимо косилки и не получит никакого урона, а нам даже засчитают поражение. Так что будьте осторожны с Росянкой в присутствии подобных зомби. Но не только зомби могут создать неубиваемого, окутанного растительными щупальцами мертвяка. Некоторые растения тоже это умеют. Например, ледяная капуста, которую я кажется даже показывал в обзоре на Росянку. А можно ли наоборот притянуть зомби? Например, ультой колючек. Этим способом оказалось нельзя. Тут щупальца не пускают подопытного. Как не пускают и впасть к Паганке, которая в таком случае просто бездействует и ждёт, когда зомби освободится. А вот Чомпер? Чомпер оказался не такой терпеливый и поэтому с помощью своей ульты сжирает зомби, поданного с салатом из Росянки. Выглядит достаточно дичёво. Можно выкинуть зомбаря и с помощью ульты пружинищего Боба. А вот Мангольд оторвать от земли зомби в щупальцах не может, хотя очень сильно пытается. Листья свои тратит, а эффекта от этого никакого. Задира отлетел только с третьей попытки, когда полностью освободился от Росянки. Так что способов вырвать зомби вместе с щупальцами очень много. Тем удивительнее тот факт, что этого не может сделать всемогущий Тимьян. Обычно он телепортирует всё и отовсюду, а вот тут дал маху. Ну да ладно, тут у меня ещё один вопрос. Если зомби, шагающий в щупальцах Росянки, не реагирует на косилку, то что будет, если попытаться убить его выбросом за борт корабля? Он что, выживет? А вот и нетушки, потонул вместе с растительными сетями Росянки. Тут ему уже ничего не помогло. На этом с Росянкой закончим, но не закончим с кораблём. Как будет выглядеть атака Тигра на летающих пиратов, под которыми не будет досок? Он что, будет располагаться прямо над водой и атаковать мертвевков как бы левитируя? Ответ не очень приятный. Он просто не будет атаковать, пока зомби не окажется над досками. Такой вот грустный факт. Но у меня есть на корабле кое-что, чтобы вас развеселить. Правда, я оставлю это на самый конец видео, потому что дичь первосортная. Обязательно досмотрите видео до конца и узнайте, что там произойдёт с Тигром на корабле. Следующий вопрос. Что будет, если левитатор подбросит копателя в момент, когда зомби с лопатой выбрасывает какое-нибудь растение? Хотелось бы тут видеть какую-нибудь дурацкую анимацию размахивания лопатой в полёте. Но вместо этого копатель просто возвращается в первоначальную позу и отлетает назад в статичном положении. Ничего особенного. Более того, я ведь не зря его проверяю на пляже, а не в Лос-Сити. Просто раньше с ним была очень крутая дичь именно на пляже. Сейчас её, к сожалению, пофиксили. Но у меня остался пруф, который я однажды показывал на бусте. В общем, если мы высадим перед копателем кувшинку и на неё тут же вампорчини, то зомби не вышвырнет этот дуэт, он уничтожит лопатой кувшинку, а так как вампорчини не осязаемый во время своей первоначальной атаки, мы получаем летающий гриб над водой. Такая вот дичь. Правда, теперь это уже не получится сделать, потому что копатель теперь игнорирует кувшинку, как только на неё высаживается вампорчини. Разрабы отобрали у меня немножечко дичи. Я протестую! С пляжем на сегодня ещё не покончено. Теперь вопрос о другом водном растении. Речь о водорослях. Что, если телепортировать зомби в момент атаки этого растения? Тут, как правило, два варианта. Первый, мы телепортируем моментально, в самом начале атаки. В таком случае водоросли вынуждены вернуться после своего нырка под воду, а зомби остаётся жив. Во втором случае мы подождём появление анимации щупалец, и в таком случае, даже несмотря на то, что зомби телепортировался, его мы больше не увидим. Как и водоросли, которые его атаковали. Тут произошло убийство. Кстати, можно и не телепортировать мертвяка, можно его отбросить, например, бобом. Но и в этот раз бедняга утонул, хотя и выглядело это криво. А ещё можно телепортировать вторым способом. Для этого потребуется зомби-фокусник. Вот только итог снова тот же самый. Бедолага опять потонул, несмотря на то, что щупальца водорослей были в другом месте. Это тебе не со стеблями росянки выхаживать. Водоросли шутить не любят. Тут всё серьёзно, на самом деле. С телепортацией вообще очень много дичи в игре. Вот одна из моих любимых. Что будет, если мы телепортируем зомби, которого атакует ультой Чомпер? В таком случае создаётся перманентный пылесос. Знаете, такой советский жёсткий пылесос, только ещё с зубами. Причём, как и тот самый советский пылесос, это тоже неубиваемый. Правда, и пыль он нифига не засасывает. А вот зомби, который попал в его ловушку, хоть и парализован, но его можно убить почти любым способом. Чомпера же не убить вообще ничем. Даже Гаргантюа своей дубиной его не может прикончить и будет вынужден вечно лупить неуязвимого Чомпера. Разрулить эту ситуацию может только Тимьян. Ну а кто ещё? Конечно же, наш повелитель времени и пространства. Одной своей телепортацией он приводит в чувство как парализованного зомби, так и Чомпера, который в знак благодарности смачно отрыгнул в сторону Тимьяна. Был с телепортацией ещё такой вопрос. Что, если загипнотизировать всех зомби на лужайте перед тем, как их собирается телепортировать фокусник? А тут всё оказалось просто. Он телепортировал загипнотизированного зомби. Можно сказать, что иллюзионист спас себя от верной смерти, ведь клоун под гипнозом уже собирался на него напасть. Повезло, да? Плавно смещаем фокус с телепортацией на гипноз. Но сначала хочу отметить тот факт, что как только перед статуей Медузы появляется лёд, то Медуза сразу же бросает свою поклажу. Ну а вопрос, ради которого я её призвал, изначально звучал так. Что, если мы загипнотизируем зомбони и эту машину встретит Медуза? Превратит ли она её в камень? Очень мне хотелось бы на это посмотреть, но оказалось, что зомбони просто не поддаётся гипнозу. Мяты на этот агрегат не действуют, а гипнокапуста хоть и совершает атаку, но странным образом её выстрел улетает в никуда и никакого эффекта не возымеет. Тут я хочу отметить, что, судя по всему, официального релиза зомбони ещё не было. Честно, я не разобрался в этом вопросе. Может быть, я даже поспешил с тем видео про ледовую дичь с этим зомби, и в ближайшее время там будет почти всё неактуально. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Следующий вопрос тоже касается лёдозаливочного комбайна. Сможет ли Чомпер проглотить зомбони? Всё-таки машина достаточно крупная, но кого это волнует? Зубастик её проглотил и не подавился. Более того, он даже не набил свою пасть. То есть прямо сейчас Чомпер готов к проглатыванию второй жертвы, как и бывает в случае с обычными зомби. Этой самой второй жертвой могли бы стать бобслисты вместе со своим красным корытом. Но тут есть одна проблема. Если их ледовая дорожка недостаточно далеко простирается, то их боб ломается раньше, чем выкатится на дистанцию атаки цветка. А если лёд будет в упор к Чомперу, то его тогда просто задавит. Съесть он бобслистов не может. Даже если вы ультанёте, то просто потратите подкормку впустую. Не получается у Чомпера сожрать красную чехарагу. А вот у его зелёного собрата это вполне себе получается. Причём хватка съедает именно боб, а не бобслистов. Что ещё раз доказывает, какие специфические вкусы у гороховой хватки. Зачем ей есть органику, если можно сожрать карбоновый агрегат, или из чего он там создан. Самое забавное это то, что в итоге хватка выплюнет голову, хотя ни одного зомби она не хватала. Логично. Не правда ли? Последний на сегодня вопрос, который связан с Зомбони. Точнее даже не с этим зомби, а с его льдом. Сможет ли спорогриб вырастить свой клон, если убьёт зомби на ледовой дорожке? Оказалось, что нет. Появилась лишь только фиолетовая дымка. Кстати, с этим грибком есть ещё такой вопрос. Если его спорами мы убьём зомби, который находится прямо на тыкве, появится ли внутри тыквы ещё один гриб? Вопрос, по-моему, очень интересный. Интересный, да ещё и с положительным ответом. Люблю, когда всё срабатывает. В общем, в тыкве реально появился ещё один спорогриб. Раз уж заговорили о грибах, вот вам ещё одна супердичь с Бусти, которую я очень хотел перенести на Ютуб, она того явно заслуживает. Мы знаем, что трусогриб в единственном числе имеет достаточно посредственную суператаку, которая не может убить римского гарга. При высадке ещё 8 трусогрибов по периметру от ультующего суператака вспомогательных будет очень сильно повышена. Например, на первом уровне без какой-либо прокачки, без мяты, только лишь за счёт усиления от товарищей, трусогриб может убить кардиозомби с трёх попыток. Это, конечно, не предел мечтаний, но это всё-таки первый уровень растений. А теперь вопрос, что если мы кодом пропишем по два грибка на каждой клетке? Будут ли они все усиливать атакующий гриб? На этот раз кардиозомби погиб с двух попыток, то есть усиление работает. Это же настоящая золотая жила. Теперь я призвал сразу двух генералов максимальной третьей степени, но и грибов у нас штук 40. Их мощности хватило для уничтожения кардио и цезаря третьей степени, а грибы-то всё-то первого уровня. Вы понимаете, что мы можем уничтожить такой конструкцией вообще хоть что? Ну, наверное, только зомби 500 уровня нельзя, ибо там просто уже не исчисляется ХП в принципе. По-моему, дичь первосортная, и таким образом трусогриб при определенных условиях самое мощное растение в игре, как бы дико это не звучало. А вот и еще один очень прикольный вопрос, в котором тоже фигурирует гриб. Мы знаем, что рыбак не реагирует на ночную шляпку, но в то же время на другие растения, если они находятся за спиной шляпки, этот зомби реагирует. Правда, притягивать их всё равно не может. И вот теперь вопрос, что если между ночной шляпкой и растением будет какой-либо предмет, например, доска серфера. В таком случае рыбак не только забрасывает удочку, но еще и успешно топит растение, перекинув его через весь пляж. Вот такой вот получился анти-лайфхак. Хотите потопить растение даже позади шляпки, высадите его за каким-либо предметом. Не надо так делать. Ну и последнее на сегодня. Я, как и обещал, хочу вернуться к тигренку на корабле. Но сначала вводная часть. Один подписчик под ником ПВЗВЛайт догадался сделать то, чего почему-то раньше никто мне не предлагал. И я вообще этого нигде не видел. В общем, он решил разместить рельсы и вагонетки на пиратском корабле. Несмотря на то, что это уже само по себе звучит как дичь, но вроде бы не настолько, чтобы прям офигеть. Но суть в том, что рельсы влайт предложил разместить не на палубе, а над водой. По-моему, это уже прямо хорошо. Вагонетка, которая катается по рельсам, закрепленным то ли в воздухе, то ли на воде. Но я хочу отметить, что растения на вагонетку не высаживаются. Однако это не важно, ибо это вообще не главное в сегодняшней дичи. Главное будет чуть позже. Сначала мы прописываем одну дорожку из досок. По этим доскам вполне себе нормально катается наша вагонетка. Пусть рельсы и под доской, но кого это волнует, все отлично работает. А самое главное, мы можем высаживать растения на все клетки досок, кроме той, которая пересекается с рельсами. А вот если мы перетащим вагонетку на эту клетку перекресток, то на вагонетку теперь можно высадить растение, и переместить тележку с ним тоже можно. То есть минуту назад я не мог высадить растение на вагонетку над водой, а теперь уже могу и растение функционирует. И если вы думаете, что это было главное дичью, то вы ошибаетесь. Вот теперь главное блюдо. Обратите внимание, что я переместил рельсы немного влево, прямо вплотную к борту корабля. И это приводит к очень странным последствиям. Внимание, у нас с вами перемещаемая деревянная дорожка. Ну это же гениально, просто гениально и дичево. Жаль, что на эту дорожку нельзя высадить растения. Хотя на вагонетку по-прежнему все можно. Но я вам хочу сделать уточнение. Нельзя высадить на дорожку, только если она смещена с первоначальных координат. Поставив ее обратно, мы можем на нее сажать, как на обычные доски. Только вот при этом, если снова сместить этот мостик куда-то с центра, то все растения оказываются над водой, и им совершенно без разницы, что опору под их ногами давно убрали. Короче, настоящая дичь. И вот теперь переходим к вопросу, который я сам же и придумал с тигром. Что если мы теперь пустим летающего зомби по той самой полосе, с которой передвинем мостик? Ну, я думаю, вы сами все видели. Тигренок атаковал, будучи над водой и без твердой опоры под лапами. Да и не летающего зомби, если честно, по этой дорожке тоже можно выпустить. Таким образом, мы можем стать свидетелями надводных разборок тигра с этим пиратом. Вот такое вот шикарное завершение сегодняшнего видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки. Если хотите, то дизлайки. Можно хоть балалайки. У нас ведь с вами демократия. А если хотите задать какой-то интересный вопрос, то переходите в телеграм-канал. Там его и оставите. А я с вами сегодня прощаюсь. Но перед этим устрою промывку мозгов пирату с помощью батата. Пускай он теперь попробует понять, куда же ему идти. Нельзя просто так взять и завершить видео, не поиздевавшись над зомби. А напоследок, конечно же, его угробить коварным способом. Доброта и ничего больше. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok